Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 19 января и посмотрим сейчас, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. Ну и я, коллеги, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и можете сделать это прямо сейчас. Ну а посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар. Вчера мы торговались в нисходящей формации, обновили минимальное значение, которое мы видели с 17 января, доходили до отметки 1.2164. Но к концу торговой сессии евро подрос по отношению к американскому доллару и закрылись выше открытия. Сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2265, что в свою очередь нас может уже вернуть к продолжению восходящего сценария по паре евро-доллар с целями движения на 1.2537. Если евро-доллар удастся удержаться выше отметки 1.2264. Пара британский фунт, американский доллар не меняет направление, продолжает свою тенденцию в восходящую. Следующие цели находятся на отметке 1.3948 и далее уже движение на 1.40. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.3804. Пара американский доллар, канадский доллар несколько сужает диапазон после 17 января. Сегодня верхняя граница по вчерашнему дню это отметка 1.2486, нижняя граница 1.2413. В свою очередь, если канадец сможет закрепиться ниже минимальной значений торговли вблизи уровня, которого мы видели сегодня с утра, то уже вероятно продолжение исходящего сценария, то есть его сохранение. Ну а в том случае, если канадец сможет закрепиться выше отметки 1.2486, то тогда уже приоритет вновь сместится в сторону покупок. Пока у нас не произошел выход из данного канала, боковое движение остается в силе. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает свое восходящее коррекционное движение. После обновления максимальной значения 16 января, который мы видели, соответственно, 17, тенденция на укрепление сохраняется. И она будет актуальна до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 110.69. Менюм, который был зафиксирован вчера, закрепление ниже данного уровня вернет нас уже к продажам по данной паре с целями движения на 108.87. Но пока торгуемся выше данного уровня, основное направление у нас пока в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся на отметке 81.20, а ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 79.41. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение, подошли к области поддержки на отметке 88.01, вблизи которого и торговались вчера. На текущий момент следующие цели по нисходящему движению это область уже 87.47, ну а возврат к покупкам уже может произойти в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальной значения вчерашнего дня, а именно отметки 88.36. Золото на текущий момент продолжает свое коррекционное нисходящее движение, вчера доходили до отметки 1324 доллара за тройскую унцию. Если тенденция сохранится, то далее мы можем увидеть золото уже на отметке 1309. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметки 1333 доллара за тройскую унцию, и уж с последующими целями движение уже на 1360. Нефть марки Brent продолжает свое коррекционное движение, сегодня с утра торгуемся уже ниже минимальной значения за эту торговую неделю, и тенденция коррекционная сохраняется с целями движения на 67. Возврат к покупкам, а значит продолжение роста по данному активу произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальной значения вчерашнего дня, отметка 69.82, с цельными движениями уже на 70 и на 71.70. Индекс DAX вчера смог закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели 17 января, что в рамках часового таймфрейма нас пока возвращает в сторону покупок, а значит продолжение роста по индексу DAX. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальной значения вчерашнего дня, отметка 13199. Цели по восходящему движению остаются прежние, движение на 13484. Ну и биткоин продолжает свое восстановительное движение. Вчера не обновляли локальные минимумы, что уже довольно-таки интересно в свете довольно-таки быстрого снижения за последние несколько торговых дней до отметки 9161. Вчера биткоин восстановился, доходили минимум до отметки 10710 и на текущий момент мы можем уже предполагать начало восстановительного движения с целями на 15000 и далее уже на 20000 по биткоину. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите ваши вопросы в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания.